Укрепляет мышцы, помогает держать их в тонусе, формирует красивую осанку, развивает ловкость и выносливость. По мнению экспертов, катание на коньках – одно из лучших средств для поддержания физической формы. Но прежде чем выйти на лед, нужно подобрать удобные коньки и желательно научиться их правильно надевать. Любители фигурного катания утверждают, чем крепче шнуровка, тем лучше. Это правда лишь отчасти. Голеностоп действительно должен быть хорошо зафиксирован. Но переусердствовать не стоит. Это может вызвать болевые ощущения. Первый выход на лед всегда волнительный. Новички боятся упасть, и этот страх придется преодолеть. Иван Пронюшкин хорошо помнит день, когда впервые вышел на лед. Иван уже шестой год профессионально занимается хоккеем и уверенно держится на коньках. Начинал, как и все, с базовых упражнений. Все начинается с хоккейной посадки. Это когда игрок практически садится, как на стульчик, и человек чувствует устойчивое положение на коньках. И из этого положения уже в дальнейшем строится катание на коньках. Следующий этап – это уже толчок левый, толчок правой ногой и движение в хоккейной посадке. Это базовые упражнения, которые осваивают юные хоккеисты, приходя к нам в школу. Также это распространяется и на простых людей, которые начинают впервые кататься на коньках. Новичкам при выходе на лед необходимо прочувствовать собственное тело. Для этого существует упражнение хоккейная посадка. Ноги следует немного согнуть в коленях, а корпус наклонить вперед. Затем можно неспеша начинать движение. Для начала оттолкнуться правой ногой, а затем левой. Как только научитесь непрерывно двигаться, задачу можно усложнить, попробовав упражнение фонарики или, как его еще называют, елочка. Оно добавит ловкости. Во время движения нужно слегка развести ноги в стороны, а затем обратно собрать. Необходимо следить за тем, чтобы носочки смотрели в разные стороны. Если чувствуете себя уверенно, приступайте к следующему упражнению. Не отрывайте ног от льда, двигайтесь непрерывно, наращивая скорость. Одним из самых важных элементов является торможение. Разогнавшись, разверните коньки на 90 градусов. Упражнение следует выполнять без суеты и спешки. И самое главное, не бояться льда. Тогда все точно получится. Александра Гусева, Константин Головин. События.